Она борется за жизнь, несмотря на страшный диагноз врачей. Многодетная мать из Читы Анастасия Кулакова больна раком. Российские врачи уже сделали все возможное. Теперь женщине требуется обследование и лечение за рубежом. Суммы, необходимой для этого, у семьи нет. Они живут в полуразрушенном доме и едва сводят к концу с концами. Дарья Иринская с подробностями. Еще два года назад Анастасия была счастливой мамой, воспитывала четверых детей. Тогда, вспоминают женщины, были большие планы на будущее, но вдруг грянула болезнь. У Анастасии обнаружили рак. В Читинском онкологическом диспансере Настину стадию, а она на тот момент была уже третьей, посчитали неоперабельной. Меня сначала выписали, что мне не помогло ни химия, ни облучение, что клетки так и присутствовали в организме. И все, меня со справкой выписали домой, что ничем больше помочь мне не могут. Однако сдаваться Настя не собиралась. Дети ведь мал-мала меньше. Самому младшему едва исполнилось два года. Благодаря поддержке мужа и неравнодушных людей молодая мама смогла пройти обследование сначала в Новосибирске, а потом и в Москве. Там Насте дали надежду на выздоровление. Мы добились квоты в Москву, в центр Блохина. Прилетев туда, меня обследовали там врачи и пришли к заключению, что у меня не третья стадия, а вторая. И все хорошо, стадия ремиссии. То есть пока ухудшений нет. Сегодня семья Кулаковых живет как на пороховой бочке, ведь в любой момент может произойти рецидив, и последствия его будут самыми печальными. Анастасии необходимо пройти обследование и лечение в клинике Испании. Нужная сумма – это почти полтора миллиона рублей. Пока собрали только 45 тысяч. Настя верит, люди помогут, и болезнь пройдет. Она уступит жизни – счастливой, а главное – долгой. И малыши не потеряют любимую маму. Дарья Юринская, Сергей Мозыр, Вести, Чита.